Ну, если коротко, то я принадлежу такому достаточно известному в Кабарде роду фамилии Муртазовых. Ну, известны они тем, что в те старые времена, дореволюционные, скажем так, они принадлежали к такому дворянскому сословию, к ведущему в республике. Они были основателями одного из поселений в республике, которое носило название по фамилии Муртазова. Сейчас этот населенный пункт носит другое название. Ну, то, что я знаю о моих предках, это были люди достойные, благородные и всегда ставили на первый план интересы не свои, личные, эгоистические, интересы, собственно, народа, адыгства как очень важного, основополагающего элемента в жизни любого человека, который жил на территории Кабарды в стародавние времена. Я, если сказать конкретно о нашей семье, по окончанию школы как-то увлекся естественными науками, поступил на физический факультет нашего университета и закончил его по специальности физика и многие годы занимался в университете наукой. Потом меня как-то увлекла такая управленческая работа и был приглашен в Министерство образования и науки. И вот последние годы всей работой в Министерстве образования и науки занимаюсь там разными вопросами, связанными с модернизацией, с компьютерными технологиями, вопросы науки в сфере. И вот мои компетенции находятся, и благодаря этому, наверное, здесь сейчас нахожусь, потому что связан с Институтом гуманитарных исследований непосредственно вот по этой деятельности. Дегиара – такое сложное понятие, которое исторически меняется, насколько вот я наслышан и от старших, и больше того уже впоследствии и читал в трудах наших ученых описание вот этого явления. Это свод определенных правил, свойств, норм поведения каждого человека, который себя считает членом адыгского сообщества или адыгом по происхождению и по положению настоящему. Это вот целый ряд таких основополагающих моментов, связанных с участием, с вниманием, с мудростью, сдержанностью и так далее, и так далее. Это очень емкое и сложное понятие. Но это то понятие, которое, вообще говоря, сформировало наш этнос, видимо, и то его самое главное, может быть, достижение и достояние, которое оно вынесло из многих веков своего исторического пути. К сожалению, сейчас все эти вещи претерпевают существенные изменения. Конечно, с нормами современного общества это, может быть, часто не стыкуется и не укладывается. Массовая культура оказывает очень существенное влияние, и все это начинает размываться и разрушаться. Но все-таки я надеюсь на то, что квинтэссенция, его ядро очень важное, оно не потеряется и будет продвигаться дальше в перспективе исторической. Основным механизмом передачи, наверное, главным, единственным, это социальная среда, это семья, это окружение, это те нормы, в которых придерживаются все. И та атмосфера, в которой вырастал каждый человек, через это он впитывал себя и продолжал в своих потомках. Оно не было написано как конституция, утвержденная каким-то парламентом. Это только в последние годы, благодаря нашим ученым, появились научные труды, про это есть теория, это вопросы, которые уже изложены в этих исторических трудах, которые можно почитать. Кстати, один из фундаментальных трудов по этой части принадлежит директор института, в котором вы находитесь. Вот эта вот тоненькая брошюрка, она, хоть она и тоненькая, но она очень емкая, кстати, написана очень хорошим живым языком, что мне нравится. Так что сейчас уже не только вот такой способ передачи всего того, что связано с адыгахабзом, с адыгством, с вархабзом и так далее, это передача уже и через такие печатные материалы и фильмы. И есть многие сюжеты, которые легли на пленку тоже, не только на бумагу. Вот и вы сейчас продолжаете это делать. Что касается будущего, здесь, конечно, есть и обстоятельства, которые наводят на такие оптимистические нотки, но есть и некие тревожные моменты, я о них уже начал говорить. Потому что вот современный ритм жизни, влияние современных СМИ, влияние там разных культурных потоков и разных устремлений и так далее, оно, конечно, подвергает очень большому риску вот такие этические системы, как или обычно правовые системы, как адыгахабзе, как адыгство, как все то, что с этим всем связано. И здесь есть разные риски, есть риск потерять все это и раствориться вот в окружающем мире. Наверное, такое происходило со многими этносами, со многими такого рода традициями и такими духовными накоплениями. Но есть и другая возможность, и другой шанс, что все-таки мы в себе в адыгской среде найдем силы и ресурсы для того, чтобы сделать все, чтобы сохранить хотя бы ядро, хотя бы основные опорные пункты и не дать этому всему исчезнуть в потоках истории. Здесь соблазны велики, но тем не менее я все-таки хочу быть оптимизмом, что мы не потеряем здесь всего. Но если эти вещи перестают передаваться через социальную среду, то они очень многое теряют. Нужно знать об этом как о каком-то факте, как о научном труде или о чем-то, но говорить об адыгстве как неком живущем чем-то, социальная передача, она предполагает очень много нюансов, которые трудно описывать и которые, наверное, по-другому передать невозможно. Иначе как вот через образы, примеры жизненные, через жизненную практику, через то, как руководствуется этим и соблюдает эти принципы окружающие тебя люди, твои единомышленники, твои единоверцы и твои соплеменники. Наверное, без этого теряется очень многое, хотя какие-то сведения, пусть даже обширные, пусть даже очень емкие, они, в принципе, могут передаваться современными средствами, и печатными, и электронными, и какими угодно. Но ядро и сердце этого всего в живых людях, без них это уже… И в живом языке. Да, и в живом языке, конечно. Знаете, мне кажется, что здесь главное то, чтобы в адыгском сообществе было некое ядро, некая критическая масса людей, для которых это было бы приоритетом по жизни. И если такая критическая масса людей будет, она всегда найдет средства, формы, будет развивать их, обогащать их, расширять их и так далее. Поэтому сейчас вот просто так перечислить какие-то конкретные шаги или меры, наверное, было бы и неправильно, потому что их бесчисленное множество. Но самое главное – это отношения людей, отношения и самих носителей. Если среди них будет какая-то группа достаточно обширная, достаточно многочисленная людей из разных социальных слоев общества наших, из представителей власти, из представителей духовенства, литературы, искусства, научного сообщества, простых граждан. Если вот это будет, тогда есть шанс это все развивать и передавать. Если этот слой людей, озабоченных, болеющих этим, будет усыхать и уменьшаться, тогда, конечно, перспективы не лучшие. А на данном этапе есть такой критический слой? На данном этапе я думаю, что как некой организованной взаимодействующей такой силы вот такой группы людей я пока не вижу. Есть разрозненные люди, которые вот заботятся об этом, живут этой проблемой, они вот неформально видят те негативные тенденции, которые намечаются и как-то там в силу своих возможностей какие-то усилия предпринимают, где-то выступают, где-то пишут и так далее, и так далее. Но вот то, что для этого необходимо, его, конечно, сегодня сформированного нет. Хочу надеяться, что это будет возникать сейчас. Вот если все останется как есть, то да. Еще важная вещь есть. Вот во всех вещах такого рода очень важно, чтобы и представители адыгского мира, и другие вообще говоря себя вели цивилизованно, чтобы они себя ощущали не как нечто вот такое, что должно себя превознести, где-то преподнести себя непропорционально и так далее. Жить в современном мире требует определенной деликатности в этих вещах. Это часть адыгства была толерантное отношение к верам, представителям других этносов, представителям других народов, которые говорили на другом языке, придерживались другой религии, каких-то других этических норм. Это было важной частью этого адыгства, и вот этот момент очень важен, на мой взгляд, чтобы не было вот каких-то заскоков, крайних проявлений. Такие вещи тоже можно и видеть, и слышать сейчас. Но это все абсолютно неконструктивно, это как раз все то, что может самым вредным образом сказаться на всем том, о чем мы говорили. А ситуация сейчас лучше с точки зрения сохранения культуры? Или лучше была в Советском Союзе? Знаете, есть моменты, на мой взгляд, которые сейчас более успешно могут решаться. Есть вопросы, которые в советское время решались лучше. Все-таки в советской системе, в идеологию были встроены вопросы, связанные с расцветом культуры нации, пусть это часто было декларативно, но тем не менее, та письменность, предположим, которая есть у нас, она сложилась именно в советское время. Та массовая грамотность, которая есть сейчас, она сформировалась в советское время. Классики нашей литературы, они сформировались и писали в советское время, и если вы почитаете эти произведения, они вносят отпечаток той эпохи, в которой они писались. Вот это объективная данность, это так и есть. Ну а сейчас, конечно, по большому счету, это стало больше демократии, страна в целом, и мы в составе этой страны, естественно, сейчас осваиваем нормы демократии, которые, допустим, в западных странах развивались в предыдущие столетия. Но это тоже очень непростой процесс и требующий времени, и ментальных перестроек, и, наверное, смены поколения определенной и так далее. Но я не вижу проблем, связанных с развитием адыгства, проистекающих из-за его нахождения в составе России. Еще раз повторюсь, наши главные проблемы в нас самих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова